В рамках цикла древнерусского искусства «Святые лики» Приморская государственная картинная галерея проводит выставки одного произведения. Иконы меняются каждый месяц в соответствии с церковным календарем. 4 августа – День памяти семи отроков эфесских. У съемочной группы 8 канала была возможность познакомиться с двумя иконами, которые воплощают этот сюжет. Мы представляем две иконы на сюжет семь спящих отроков эфесских. Обе иконы были написаны неизвестными мастерами XIX века. И по ряду признаков эти мастера происходят из старообрядческой среды. Именно старообрядцы сохранили многовековые каноны древнерусской живописи. Согласно церковному преданию, за веру в Христа и за отказ в принесении жертвы языческим богам, семь отроков подверглись допросам и согласились принять мученическую смерть. Их живыми замуровали в пещере, но юноши не умерли, а заснули крепким сном. Согласно одной версии, отроков пробудил солнечный луч. Согласно другой, один из жителей города решил разобрать камни пещеры. Для человека, живущего в XI-XIII веках, сон был временем максимальной уязвимости. И изображение семи спящих отроков эфесских почиталось как защитники от внезапной смерти во сне. Этот сюжет встречается и в разных храмах, в усыпальницах князей. Он символизирует временность смерти. Подобно тому, как пробудились эфесские отроки, пробудятся и люди для вечной жизни. В середине XVII века происходит церковный раскол. И церковное искусство меняет ориентир с древней традиции, на современную западноевропейскую традицию. Мастера старой веры продолжают византийскую традицию. Здесь мы можем увидеть преобладание рисунка над живописью, плоскостность, обратную перспективу, симметрию, лаконичность. Икона, прежде всего, понималась не как произведение искусства, а как молельный образ. Именно от иконописей берет начало живопись. Цикл «Святые лики» дает посетителям возможность воочию соприкоснуться с развитием русского искусства. Олег Завьялов, Владислав Шлыков, Станислав Лазебный. Новости на Восьмом.